В сельских поселениях района продолжается подведение итогов работы за минувший год. Наша съемочная группа побывала на открытой сессии Совета поселения, которое по праву считается одним из лучших в плане благоустройства в Краснодарском крае. В репортаже, открывающем выпуск новостей, подробности этого события. Прибрежное сельское поселение не нуждается в особой рекламе. В него входят пять прекрасных поселков – совхозный, прибрежный, вишневый, садовый, степной. И каждый из них по-своему хороший, примечателен. В поселении проживают 8178 человек. Здесь работает 78 предприятий, организаций, различных форм собственности. Есть 22 объекта социальной сферы. Вся эта информация прозвучала в докладе главы прибрежного сельского поселения Татьяны Сайгановой. Она отметила, что общий объем доходов, поступивших в бюджет – 46 миллионов 475 тысяч рублей. Или свыше 101% от плана. Причем собственные доходы – почти 62%, из которых больше половины – налог на доходы физических лиц. Выполнение плановых показателей по формированию бюджета позволило направить собранные средства на благоустройство и развитие социальной сферы. В структуре расходов бюджета наибольший уделенный вес – 61,1% или 28 миллионов 371,7 тысяч рублей – приходится на социально-культурную сферу. Расходы по статьям. Благоустройство – 6 миллионов 677,8 тысяч рублей. Содержание автомобильных дорог – 12 миллионов 403,2 тысяч рублей, что составляет 43,7%. Культура – 7 миллионов 789,5 тысяч рублей. Коммунальное хозяйство – 1 миллион 474,6. Непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стала препятствием для запланированных работ по благоустройству. Особое внимание, конечно, было уделено дорогам поселения. За отчетный период в рамках краевой целевой программы капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения проведет капитальный ремонт семи дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 2,7 километра, стоимостью 8 миллионов 985,7 тысяч рублей. В том числе краевые средства – 8 миллионов 241,9 тысяч рублей и средства поселения – 743,8 тысяч рублей. Не были забыты и тротуары, установлено и заменено 30 дорожных знаков, построено свыше двух километров линий уличного освещения, заработал еще 51 светильник. Также проводили работы по улучшению водоснабжения, озеленению, наведению санитарного порядка. Словом, делалось все необходимое, чтобы поддержать здесь высокий уровень благоустройства. Завершая свой доклад, мне хочется подчеркнуть, что все это стало возможно благодаря активной позиции всех, кто здесь присутствует и кто не присутствует. Это руководители, это жители активные, депутаты. Мы же знаем, что только вместе можно выполнить и помечтать, и притворить жизнь то, что мы с вами в планах притворяем. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что в поселении слаженно работает одна команда, которая правильно понимает, как нужно действовать, на что обращать особое внимание, чтобы все жители были довольны. Он подчеркнул, что всем важно работать в одной, как говорится, связке, ведь делается общее дело. Работу в целом мы не делим. Если ко мне обращаются жители, Татьяне Васильевне обращаются, мы эти вопросы решаем сообща. Но если мы строим какой-либо социальный объект, и он идет по районной программе, то подключение к сетям благоустройства, подъезды всякие временные нам приходится решать вместе с главой поселения. Вот конкретный пример. В 20-м году мы построили на 41-м садике вместе с сыном Валентиной, с коллегами, пристройку все вы видели на две группы для наших детей, малышей. И вот все эти стройки большие, я считаю, что это достаточно большая стройка для приближенного сельского поселения. Мы, конечно же, делаем эти стройки вместе. Много хорошего сделано за прошедший год в муниципалитете, и об этом рассказал Роман Сенеговский. На уровне района участие в различных программах в числе приоритетов. Роман Сенеговский рассказал о социально-экономических успехах муниципалитета. А они очень весомы. Это новые корпуса детских садов, парки, спортивные и детские игровые площадки, стадион, фельдшерско-акушерский пункт и офис врача общей практики. По всему району отремонтировано свыше 130 километров дорог в асфальто-бетонном и гравийном исполнении. И все это было построено и отремонтировано за один только 2020 год в числе приоритетов развития сферы образования. Важным событием стало открытие в школе номер 6 поселка Солхозного, Точки Роста, Центра образования цифрового и гуманитарных профилей. Это результат действия нацпроекта образования и краевого программы «Современная школа». Ученики получили специальное оборудование для уроков информатики, ОБЖ, технологии. На сегодняшний день уже 4 таких центра, и все на них находятся на базе сельских школ. Также по нацпроекту 6 школ района оснащены современными учебными кабинетами. Сельских школах номер 6 и номер 43 оборудованы агроклассы, кабинет физики. 4 городские школы номер 1, 3, 5 и 18 получили инженерные и медицинские классы, кабинеты химии и биологии. В прибрежном сельском поселении минувший год был результативным, о чем свидетельствуют реальные успехи в его социальном развитии и благоустройстве. И жители поселения, депутаты и общественники удовлетворены тем, как здесь идут дела. Все у нас сделано, все у нас получилось, так же идем своим путем. Это благоустройство в первую очередь, это работа с нашими жителями, это работа наших общественных помощников. Считаю, что год для нас, для нашего поселения сложился удачным. У нас просто, просто даже не могу сказать, трайк по сравнению. И молодцы жители ухаживают за своими усадебными участками, у нас красиво, у нас очень много цветов, у нас замечательные школы, детские сады. Все это процветает, везде чувствуется забота нашего руководства. Что касается сегодняшнего положения, чистоты и порядка поселения, конечно, заслуга Татьяны Васильевны. И поддержка нашего главы, Романа Ивановича Синеговского, немало сказывается на порядок, чистоту и на жизнь наших граждан, нашего поселения. Дай Бог, чтобы было всегда так, я думаю, что жители нашего поселения, они всегда оценят и гордятся тем, что делается для них. Депутатами Совета и жителями работа главы администрации прибрежного сельского поселения признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин